Так, ребят, наступил новый день, сейчас поедем на одиннадцатый за остальными запчастями, которые я не докупил вчера. Такая у нас лада 111-я, черная, тонированная, смотрите, опер. Вот. А, привет, Даня, это тебе. Привет, спасибо. Красный петушок. Вот он, ребят, капот в катафорезе, оригинал просто. Объебанно. Мятый, да? Да. Как так-то, а? Это я его погнул или нет? Ну, с лета. Итак, ребят, мы тут зашли к Шабану в гараж. Легендарному Шабану. Да. И будем сейчас запчасти, нужные нам, вот эти вот болтики. Все есть. Только надо найти. Чтобы нам дверь выставить, в общем, надо еще несколько запчастей позаивствовать у Шабана. Я нашел. Раз. Вот так еще нашел. Вот это. Вот такие есть новые причем. Они новые, смотри. Нульцевые. Ага. В черном. Исполнение есть вот такие. Вот чуть-чуть используем. Вот эти нульцевые. У меня можно еще одну двенашку собрать. Смело. Салон когда будет, Шабан? Салон, извините, по финансам сейчас не тяну. Вот, ребят, надо было у Шабана. Внутренний замок один. Кстати, мне нравятся вот эти запчасти от АвтоВАЗа. Они кладут туда бумажку, где написано, при правильной технологии покраски гарантия на коррозию один год. Итак, ребят, 400-й день нашей телестройки. Взял старый туннель, чтобы вот эти вот шпильки, их нету на новом туннеле все, приварить на новый туннель. Все, вот так вот честненько, аккуратненько положили и поехали. Грузоперевозки Субару, ребят. Не знаю, вот эту дверь, когда вот примеряешь, вот эта дверь стоит вот в этом высоком уровне. Ну, замок ни в чем не виноват, да? Двигать замок, не двигать, в этом нет. С той стороны, начиная с той стороны, вот до сюда все стоит прямо в зазорном состоянии. Но потом, когда откидываешь дверь к заднему крылу, эта дверь выше практически на 8 мм. Выше крыла. Да. То есть крыло надо вверх поднимать и чуть-чуть... Эту сторону вот так вот, да? Да. Сюда. Потому что у нас тут зазор огромный между крылом и дверью. Идем от заднего правого крыла, задняя дверь, крыло переднее на новых этих штучках, которые я в прошлой серии покупал. Тут бампер, соответственно, и капот стоит. Крыло, дверь. И вот эта дверь приоровская единственная не встает. Короче, я не успел предотвратить ничего даже. Уже спилили его и сказали, что надо его чуть-чуть переварить, переделать. И вот это крыло мне придется купить новое. Стоит оно 8 тысяч рублей. К сожалению, как бы вот эта дверь у нас не встала, единственная. Поэтому придется мне заменить все-таки крыло. Ну, может, оно и к лучшему. Обидно, конечно, потому что крыло стоит денег. Ну, а что поделать? Работаем дальше. Офигеть, ребят, уже капот покрасили. Ну, капот, это одна из целых деталей. Ее только подбили, выровняли и все. Она когда собрана будет, такая ностальгия будет. Останется отполирнуть, соринки убрать и все. Ребят, а если вы хотите для себя качественные, оригинальные запчасти, либо тюнинг детали, то советую вам магазин Тайм Турбо. Здесь есть абсолютно все, как для тюнинга, так и для стандартных доработок вашего автомобиля на автомобиле ВАЗ. Все линейки. Также стандартные тюнинг детали есть и на иномарке. На Тайм Турбо часто пополняется ассортимент новыми интересными деталями. Вот, кстати, у меня вот такая подвеска стоит на 11-й. С занижением демпфи, минус 50. Можно заказать минус 50, минус 70, минус 90. Поэтому ссылку на сайт Тайм Турбо для более подробного ознакомления с ассортиментом я оставил в описании под видео. И специально для вас действует скидка 7% абсолютно на весь ассортимент, который только есть на сайте Тайм Турбо, по промокоду Мандарин10. Так что переходите по моей ссылке в описании, пользуйтесь промокодом Мандарин10 и получайте скидку 7% на заказ. Так, смотрите, ребят, у нас тут подарунки, мовиль. Сколько тут? Надежная защита вашего автомобиля, значит, мастер макс. Три мовиля, четыре даже. Вот такие три акриловых грунта взяли. Это для подложки. Если машина светлая, то нужно белым грунтом перекрывать. У каждого, конечно, своя технология. Вот тут два. И один мы уже распаковали, чтобы покрасить капот. Сухое проялочное покрытие, проявка, это такая штука, которая помогает понять, подготовил ты поверхность покраски до конца или нет. Сначала наносится эпоксидный грунт. После эпоксидного грунта наносится обычный биллер. Белый грунт. Это сухое проялочное покрытие. Потом ты по белому грунту мажешь этим покрытием и все замотовываешь обратно. Убираешь шагрень, который остается именно от грунта. А потом уже сверху красишь. И потом вышкуриваешь. И он у тебя показывает, где ты прошкурил, где у тебя ровно, а где криво. Антигравий по килограмму, по литру. Три антигравия. Герметик шовный вот такой вот. Три герметика, три антигравия. Четыре мавиля. Антигравий серый реофлекс. Герметик три штуки. Сухое проялочное покрытие реофлекс черное. Грунт акриловый. Три штуки, которые я вам показывал. Краскопульт с верхним пластиковым бачком. И регулятор давления с манометром. Новый краскопульт. Вот такой вот. Одиннадцатую будем красить таким пуликом. Первая краска, которая сюда зальется, это будет краска для Май-11. Офигеть. А вот. Ничего себе, ребята. Смотрите, какая коробка у этого краскопульта. Валкам Слим Комбат. Майдан Италий. Итальянский краскопульт. Итальянским краскопультом красит автоваз. Это, конечно, редкость. Такой бюджет. Такой красивый. Ну да, есть и за 50 тысяч рублей краскопульта. Да. Ну, за свои деньги он... У нас свои дополнительные запчасти в комплекте. И инструкция. Слим Комбат ХТЕ. Да, основные вещи приятно работать. В общем, материал вышел 3820 и 13180. У нас вышел краскопульт с регулятором давления с манометром. 580 рублей всего стоит. Под этот пистолет, чтобы герметикой наносить и регулировать давление, вот такой вот регулятор давления. Прикольно. И до этого я покупал материал на 13К. Плюс краска с герметиком. Мне вышло 3400. 16400. Плюс 3820. В общем, около 20000. Выходит весь материал для покраски 11К. 13. Плюс 3400. Плюс 3820. 20220 рублей. Материал для покраски 11К. Уже 274840. 20220 рублей. 20220 рублей. 20220 рублей. 21220 рублей. 21220 рублей. 21220 рублей. 21220 рублей. 21220 рублей. 21220 рублей. 22220 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 рублей. части, чтобы по красоте, чтобы не гнило. Вот это приятно. ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Наклейка мандарин-тюба стояла. Вот так вот ездил. Сейчас стойки с наружением? Да, минус 50, подвеска вся. А что, не минус 70? Я взял от десятки, и передние одинаковые, а задние оказываются от 11 и другие, потому что она считается грузовой машиной, и у меня просела она как минус 70 сзади, уже без нагрузки. На даче ездить минус 50 нормально. Вот такие, ребят, дела. Сегодня шпаклюем, подготавливаем крылья к покраске, двери доделаем, завтра придет новое крыло уже, так что включимся завтра, и подкапотку на днях тоже уже задуем, будет красивая. Также, ребят, крылья покроем сначала эпоксидником, а потом белым грунтом, силером. двадцатка, да? Ну, вы поняли, что происходит, мы спиливаем старое, новое крыло, ну, оно уже старое, но оно тоже было новым, как бы, буквально прошлой зимой, когда я его заказывал за 8 тысяч рублей. Ну вот, новое крыло 8 тысяч рублей. Будем уже приваривать ровно по отношению с дверьми, потому что вот правильный комментарий, один написал человек. При замене днища порога и центральной стойки повело кузов, и заднее крыло ушло ниже. Сейчас только один вариант, срезать крыло заново и варивать новое, соблюдая все зазоры, иначе это просто кусок металла. Когда пороги переваривались, она стояла на табуретке, днище заднего сидения, вот так мы ее вверх подняли, под днище заднего сидения подложили, и она в воздухе висела, и кузов повело, скорее всего. Вот сейчас, получается, жертвуем крылом, новое крыло, минус 8000 рублей, также реснички бампера, и крышка багажника, мать ее, за 10800 рублей. Автоваз. Автоваз. Это жесть. ВАЗ-2111. 2021 года крышка багажника, новое практически крыло, 890, реснички и доставка. И дверь затка. 10800. 20 тысяч рублей. Написали, что зазоры надо выставлять с задней части, так мы и выставляли с задней части вот отсюда, с этого контура, и вот оттуда, по кругу. Божечки, что тут происходит? Тут вообще ужас. Надо все герметиком пройтись, антиграммом задуть, потому что это жесть. зато силером уже закрунтовали двери. Стиль. Это не силер, это обычный 4-компонент. рубрика, как просрать 8000? Ну, мне кажется, что даже 100 рублей нет. Максимум 50. Как из 8000 превратить 50 рублей на металл? на новом крыле тоже верхнюю часть мы отрезаем, потому что... Ты так же хочешь приварить? Да, она же так же отпилена. Чуть получше я хочу. Еще надо привести ручки, зеркала, накладки, но это потом. Тут рыжики были, мы их убрали и антиграммом задули. Потом надо было здесь отверстие под защиту сделать, но мне кажется, у меня защита не будет стоять в двигателе. Вот это уже больше похоже на типа автовазовскую деталь, когда она в грунте приходит в таком катафорезном. А вот это какой-то вообще... Это вечерняя работа автовазов. Вот это технология. Ну-ка. Ну и все. Тут вообще зазора нет, но... Да нет, это все хуйня. Где ее можно регулировать? Это же автоваз. У себя ребенок. А вот здесь я зазор не смогу поправить. А знаешь, что тебе придется сделать? Бить. Либо гидравлик разжимать. В общем, гидравлику будем двигать и левое, и правое крыло, потому что зазора вообще нету места. Вот так вот, ребята. дьяма, дьяма, дьяма. Жопа низ от этого крыла надо было оттянуть чуть-чуть в улицу. Видишь, вот он ровно идет. То есть он не под углом, ничего, это же прямая, нет, прямая. Вот это хороший заводской этот как-то. Зазор. Здесь вот ее чуть-чуть утопить, крышку как-то, на себя. И в принципе, она... А вот тут вот крыло, то есть смещено ближе к кузову, а должно быть чуть правее. А только я думал, может гидравликом его выдвинуть куда-нибудь. Вот сюда, да. Попробуй прикрой. Вот это вывесили, я еще раз буду. Еще надо. Еще надо. Давай. Еще прям вот столько же, сколько ты бил, то есть чтобы вот хотя бы сверху будет, как вот здесь будет, вообще не было. Теперь зазор огромный. Нет, нет. Не, не огромный? Нет, такой же. Какие-то везде вот на дверях. А, ну, пипец, круто. Ну вот тут, видишь, она более в окружность пошла, она в окружность все будет помечище. Распорку поставить. Вот мне кажется, так 11-й должна выглядеть разноцветной. Может, ее не красить. А об этом надо было думать 5 серий назад. Все нормально, нормально. Максимально в переднюю полосу не стоит, не назад еще не сдвинуться. Да нет, тут двигайся без проблем. Так, гад, нахожусь в багажнике с марта. Не, похитили. На дорожку. Все, братуха, ставь 5 звезд. Ставь 5 звезд, мы приехали на адрес. швы тут, металлогий придерживался. но смотри, давай, давайте покажем. и по точкам варится по заводским точкам. Как на заводе было приварено это крыло, так мы и делаем. Да это и подписчики знают, я так им и рассказывал, что мы так варим, я не знаю, почему швом решили мне сделать. в общем, обработали внутреннюю часть крыла, точнее, наружную часть крыла и это внутренняя. А если отсюда смотреть, она ровная прям. И петли уже приварены прямо четко, потому что она по зазору более-менее не совпадает. И вот как должно валиться петли. Хотя бы так поделывается. Не профессиональный сварщик, но они держаться точно будут. Ну да, крепко, то есть. Да. КОНЕЦ Поймал Акалину на линте, ребят. Серия вообще убыточная у нас сегодня получилась. Не только крыло новое и крышка багажника, но еще походу придется новый объектив брать. Либо этот как-то полировать, если это возможно. Так, все, ребят. Крыло на месте. Кузовным герметиком полностью обработано. Везде все швы, точки. Также зашпаклеванные вот тут вот. Было плохо, стало еще хуже. Это едет в металл в следующей серии. Привет, мои любимые дорогие подписчики. Это с вами Вага Матрей и мы на фокути приема металлолома. Ну на самом деле готовим к покраске уже. Также двери готовятся, внутренняя часть дверей на покраску. Одна витя у нас такая, другая такая. Ну а это новая дверь, а это бушная. Ну так все четко. Гнили нет. Все стистили. Ну и естественно я их покупал вот эту за 6, эту за 5. Это вообще новая. Видите, тут герметиком пройдемся, также обработаем. Еще пришлось рассверлить отверстие под петли дверей на дверях, чтобы ровно выставить зазоры. Да, да, нормально. Взял вот такое, ребят, сверло за 491 рубль для Руа Мерлен, чтобы нам рассверлить петли дверей. У тебя сейчас рассверлили 12. что за шпаклевка? Самая дешевая. Ну на Волу это не Реофлекс, но на Волу нормально. Нет, Реофлекс самая топовая компания, потому что она мне платит за рекламу. Попрится другая за банку. Так, вот такая шпаклевка с алюминиевым вверху и с отделочной. Алюминиевым вверху просто намного меньше. А финиш, но это после алюминия. Где надо что-то подкорректировать. Ферштейн? Да. Мотовим губкой желтой, в России 240. 240, да. Да, смотри, здесь варик еще такой затиренный, но такой не варик затирать. Мотовим губкой желтой. А так, ребят, что вообще хочу сказать? Вот на мае 11-е стоит, да? И 16 декабря будет ровно год, как мы начали ее делать, строить, разбирать и так далее. Целый год уже это происходит, но сейчас я постараюсь уже к весне, к лету совершить первый выезд на ней. Честно, деньги закончились просто все нахер. Как вы заметили, реклама на канале стала меньше. От одних спонсоров я отказался по вашим просьбам. Поэтому в описании под видео будет ссылка на Donation Alerts. Кто хочет помочь проекту этому, на сборку и так далее, тем более многие просят Priora 2 панель, у меня нет денег на нее, если честно говорить. Если вы хотите, если у большинства вот реально такое желание, чтобы на этой 11-й стояла Priora 2 панель, то я поискал, и бу-варианты есть. Новых нету вообще. Если продаются, то 40 тысяч плюс они стоят. Бу-варианты есть за 20 тысяч рублей в сборе со всей проводкой, с туннелем. Если соберем нужную сумму, к примеру, там 30 тысяч рублей на панель, да, со всем вместе, я ставлю Priora 2 панель сразу. Если не соберем, на ней будет стоять европанель. Европанель я могу достать себе на выгодных условиях. Priora 2 панель я не могу достать на выгодных условиях, потому что их новых просто нет. Спасибо, что поддерживаете мой канал. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, подпишите друзей на канал, расскажите им про меня, кто меня не знает, кто меня не смотрит. В следующей серии мы уже полностью покрасим 11, так что в следующей серии у нас будет ключевая, самая интересная. Ну а в этой серии мы полностью закончили с кузовнёй, наконец-то. Покрасили, кстати, капот уже в этой серии, подготовили все, загрунтовали практически все детали, купили крышку багажника, купили крыло, потратили 20 тысяч рублей на это. Ну а сейчас буду благодарен, если поддерживаете канал, по ссылочке в описании. Всем от души и всем пока. Единственная деталь, которая будет без шпаклёвки на 11, это дверь задка. Будет, а что там, короче, не будет у нас деталей без шпаклёвки, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok